Вас сегодня меньше, я смотрю, все-таки retention падает, не очень хорошо, особенно для тех, кто не пришел, но это ладно, уже посмотрим, что будет дальше. Отметьте на занятии, кто еще не успел, пока этот вас всячески развлекал ответами на вопросы к домашнему заданию, и мы, пожалуй, начнем. В комментариях к отзывах прошлой лекции, а я их читаю, нет, там не написано, кто что написал, так что можете быть спокойны, в общем, там спрашивали, где хранить, собственно, результаты исследований, поэтому в этой презентации есть слайд с тем, куда можно класть все ваше добро, которое вы насобирали. Это, конечно же, Google Drive, Holy Google Drive, привычный, куда можно положить примерно все, любые файлы, все ваши сокровища и прочие вещи. Обычно пользуются, если это командная работа какая-то, пользуются Slack, он очень удобный, к нему почти вся IT-тусовка благополучно приучена. Достаточно неплохой инструмент. Для личных целей и для небольших команд удобно пользоваться Notion. Я не знаю, как у них с большими командами это работает, но для небольших очень классная штука, я вот пользуюсь, например, им сама. Это, кстати, русские ребята разработали, очень-очень-очень неплохая вещь, на самом деле, достаточно удобная. Slab — это что-то типа Wiki, по-моему, как и Slack. Ну, в общем, все остальные вещи — это такие, что-то типа Wiki, энциклопедия, куда вы можете прийти, написать свою статью и там в команде потом расшарить. В общем, пользуйтесь, заходите в презентацию, нажимайте на ссылки, увеличивайте сервисом CTR, все будет хорошо. А сегодня... Почему-то у меня твоего робота. Хороший вопрос. Хорошо, что его задаете только вы. Да, но я, если честно, даже не вспомнила, когда писала. Егор, прости. Если ты смотришь это видео, прости, я не хотела. Это руководитель облака. Собственно, стыдно. Но да, облако Mail.ru — это почему я не написала? Это же главный сервис, конечно же. Это же очевидное решение, вы и так должны о нем знать. Это должна быть ваша первая мысль вообще, когда вы думаете о том, что и куда положить. На самом деле просто у нас там же нет сейчас инструментов для редактирования доков и всякого такого. В этих всех штуках есть. Поэтому там туда можно только складывать, а здесь можно редактировать. И после постыдного совершенно этого мероприятия, которое только что произошло, перейдем к тому, о чем мы будем сегодня говорить в лекции. Говорить будем про цифры, всяческие числа и прочие-прочие-прочие штуки. Что такое метрики, зачем они нужны, какие они бывают, что такое когорты-воронки, конверсии, как считать АБ-тесты. Кто-то спрашивал, вот, пожалуйста, вы хотели, вы сейчас получите, что это такое. Почему я решила про них рассказать? Потому что заметила, что у менеджеров вообще, в принципе, есть некоторое количество недопонимания, что происходит в АБ-тестах и что такое вообще значимый результат, незначимый результат. И как вообще воспринимать то, что произошло. Это реально есть. И я у коллег часто видела непонимание на лицах, типа, что же, как же. Вот, в общем, вы будете знать, что же, как же. А теперь тут же есть ВМК, Мехмат, все такое. Что такое P-value? Значимость. Значимость, правильно. Значимость какая? Чего значимость? Гипотеза. Правильно, молодцы. Все, гипотеза, значимость. Это действительно статистическая, простите, значимость гипотезы. Обычно считается, что API-value должна быть меньше 5%. Иначе считается, что результаты одинаковые. Сейчас я более нормально об этом всем расскажу. В общем, ситуация такая. АБ-тесты — это, собственно, такой способ проверить, какой из вариантов лучше или хуже. Но бывает, что варианты абсолютно одинаковые, к сожалению. Но такое бывает очень часто. И вообще мы считаем, что 95% того, что они на самом деле одинаковые. И как раз-таки API-value нам показывает, одинаковые они или нет. Мы берем нашу начальную, или как это принято называть, нуль-гипотезу. И считаем, что они одинаковые. И по API-value смотрим, одинаковые или нет. Сейчас посмотрим, как это бывает. Смотрите, здесь это скриншот вообще из статьи, которая есть в списке литературы, использованной в подготовке к лекции. Очень сложно сочиненные и подчиненные предложения даются ужасно. Кошмар в конце дня. Невероятно. В общем, давайте смотреть. Здесь мы видим, собственно, 2, 2, ну, собственно, 3 АБ-теста. И первым АБ-тестом мы получаем P-value 0,024. И это значит, что эта гипотеза какая? Что отличие есть. Это значит, что отличие действительно есть. Да, правильно. То есть, ну, здесь вы видите, собственно, конверсии 600 и 675. Понятно, что в числах-то 75 разницы, в принципе, очевидно, что есть. Но бывают дальше случаи, показывают, что даже если разница все-таки есть, но она небольшая, гипотезы незначимые. Следующая — это P-value 0,13. И она говорит нам, это P-value о том, что гипотезы на самом деле статистически незначимы, не имеют особой разницы друг с другом. И последнее. Вот это очень обидно, когда у нас P-value просто 0,051. То есть, ну, вот кажется, ну, немножко, ну, чуть-чуть, но все-таки она больше, и мы считаем, что гипотезы незначимы. Обидно, но с этим нужно как-то жить. Собственно, это основная самая штука в A-B-тестах. Нужно про P-value знать, про то, что варианты часто бывают одинаковыми, про то, что редко на самом деле, когда они различаются. Но тем не менее. Есть основная проблема в A-B-тестах. Называется она, может, кто-нибудь знает как? Ну, вдруг, я не знаю. Вы же так спрашивали про них. Называется она следующим образом. Picking problem. От пик подглядывать. В чем это проявляется? Проявляется это в том, что мы, когда проводим A-B-тест, ждем, что же пользователи выберут, зеленую или красную кнопку. Мы ждем этого момента обычно с большим нетерпением. И каждый раз результаты A-B-теста просто заходим и смотрим. Ну, есть результат, нет результата. Есть результат, нет результата. И когда результат все-таки появляется, мы думаем, господи, да, вот оно. Все-таки зеленая кнопка лучше, чем красная. Я так и думал. И на этом моменте велико искушение взять и тест остановить. Но дело в том, что если мы получаем первоначальную какую-то точку, говорящую нам о том, что есть значимость, есть различие, но мы не ждем окончания эксперимента, дальше может произойти следующее. Все остальные точки не будут иметь никакого значения. То есть P-value там будет больше 0,05. И 0,05, простите. Ну, там может быть еще одна гипотеза какая-то будет релевантна. А все остальные нет. И это значит, что наш АБ-тест не удался. Это значит, что там на самом деле, ну как не удался, удался, но разницы там нет. Вот, экчели. Такое бывает, происходит. Это наша деформация, нет, деформация плохое слово. Особенность нашей психики. Очень ждать того, во что мы много вложили, и что мы хотим, чтобы что-то очень сильно, ну, очень хотим, чтобы что-то случилось. Мы обычно прям с нетерпением ждем и, собственно, не хотим ждать конца, видим, что что-то получается и сразу думаем, окей, нормально. Здесь вы видите два графика, когда мы не подсматриваем АБ-тесты, и все происходит нормально. Вы видите, что здесь вероятность что-то типа 0,4-0,6 между, ну, то есть 0,5 примерно, на обоих вариантах, там конверсия 0,2 и 0,2 на первом графике, на втором графике конверсия 0,2 и 0,22. И здесь мы уже видим, что разница в вариантах действительно есть. И она показана. И мы видим, насколько вариант, который плохой, вариант А, насколько он, ну, вот, практически вообще ничего не значит. А вот если мы подсматриваем, мы видим следующую картину. Здесь, смотрите, здесь уже не до сотых, здесь уже до десятых идет измерение. То есть, блин, здесь показано, что здесь... В общем, когда мы умножаем одну вероятность на другую, получается следующая штука. Мы видим, что эти тесты вроде бы как бы это чем-то похоже на предыдущую картинку, но, опять же, посмотрите, здесь 0,06, здесь 0,2. То есть, это абсолютно не то значение, которое нас интересует. Совсем не то. А на второй картинке, на втором графике мы видим, что, в принципе, то же самое, но дело в том, что здесь у нас есть вероятность выбрать плохой вариант, и эта вероятность как минимум 10% составляет. А это, на самом деле, дофига много. Потому что, ну, здесь примерно 0,1, значит, 10%. Это очень много. Поэтому мораль такова, не надо подглядывать в ЭБ-тесты. Нужно ждать, пока эксперимент закончится. Как их проводить? Ну, примерно так. То есть, ждать, пока он закончится, и делать какой-то вывод. Не нужно смотреть, что, о, вероятность меньше, ой, простите, вероятность, да, меньше 0,05, и думать, о, окей, окей, сейчас еще раз я докину туда данных, и еще раз проведу, прям на той же выборке, просто еще туда засуну там пару десятков человек. Так не работает, так делать плохо, так делать нельзя. Как сейчас вообще борются с этой проблемой, как ее решают? На самом деле, по большей части, все, что написано там в пейперах, можете дальше сами почитать, посмотреть. Единственный нормальный, адекватный вариант – это ограничивать порог выборки. То есть, вы берете, например, тысячу человек и ждете, пока там, либо там, либо там эти 500 человек дойдут, и получится какой-то результат. Иначе нельзя. То есть, если вы никак выборку не ограничиваете, если вы никак время не ограничиваете, то у вас не АБТ-тест получается, а билиберда какая-то. Так делать не нужно. Нужно ограничивать количество выборки. Как выборку понять, какая нужна? В статье, вот первой, по-моему, в ссылках, есть ссылка, простите, на калькулятор, который поможет вам рассчитать необходимый объем выборки для АБТ-теста. Там все просто, вводите, сколько вы хотите протестировать, сколько у вас там примерно есть, и вам все магическим образом рассчитывается. Ну, конечно, не магическим, но рассчитывается, тем не менее. И сейчас кратко про то, что происходит, когда мы три сразу хотим посчитать варианта. Типа АБЦ-тест. Такое очень любят, чтобы посмотреть как бы максимально много, прям чтобы все сразу классно и со смыслом, с толком. Дело в том, что тут как бы есть проблема. Здесь вступают в игру поправки. На данный момент мы смотрим на самую популярную поправку для статгипотез, поправку Банфероне. Это рассчитывается так. Мы делим P, наш P-value, на N, где N — это количество гипотез, плюс — это контрольная группа. И что же мы получаем? Мы получаем, что наше P-value тогда будет равно… Я сегодня репетировала, как это читается. Три раза, если честно. 0,125 десятитысячных. Десятитысячных. И вы сами понимаете, что чтобы до этого порога опуститься, сколько вам нужно ждать и каких невероятных трудов, вообще что должно произойти, чтобы у вас был показатель 0,125 десятитысячных. Очень понравилось мне это говорить, поэтому я решила сказать это еще раз. Поэтому лучше не делать АБЦ-тесты, лучше делать АБ-тесты, смотреть на результат, проводить их правильно, делать выводы и потом проверять еще какие-то варианты. Но не надо делать 3-4 варианта сразу, потому что вы тогда очень устанете вообще какую-то значимость ждать. Возможно, что ее вообще и не будет вовсе. Как-то так. На самом деле, первая статья в ссылках очень адекватная, там прям все написано. Для тех, кто хочет Матана, там есть. Там прям все показано, пересечения распределений показаны, где хвосты какие, все показано. Очень прекрасно. Я не буду это сейчас рассказывать, потому что я очень хочу, но как бы у нас еще куча всего, чего надо обсудить. Если вы хотите, как-нибудь дополнительно всеми этими делами займемся. Это на самом деле все еще было дополнение к предыдущей лекции, потому что мы там говорили про АБ-тесты. А про метрику и про то, что такое метрики, мы вот начнем говорить сейчас. Собственно, метрика — это значение, ну, чаще всего, которое показывает статистику какую-то относительно тех или иных действий. Ну, по крайней мере, мы так воспринимаем ее в продуктах и проектах. Метрики в реальной жизни — это очень прикольная штука. Ими мало кто пользуется, но на самом деле это достаточно интересно. Потрекать чисто так для себя. Сколько раз вы в неделю ходите, там, в день, не знаю, люди разные, в спортзал, сколько калорий вы съедаете, можно относительную метрику от этого провести, сколько вы ходите в зал, на сколько вы съедаете, и посмотреть, где же вы вообще в этой жизни находитесь. Сколько денег вы тратите и на сколько денег вы зарабатываете. Очень хорошая метрика. Прямо сразу многое о вас говорит. Сколько часов вы лежите относительно часов, в которых вы находитесь в спортзале, и сколько тортиков вы съели в прошлом феврале и в этом феврале. Ну, это такое год-году показывает, как вы продвинулись или не продвинулись. Ну, смотря какая ваша цель. Если вы хотите победить в конкурсе по съеданию тортов, то как бы нужно, чтобы число в этом феврале, конечно, было больше. Нужно сказать, что на самом деле, хоть это до сих пор не слишком популярная штука, очень многие сервисы сейчас появились, которые посвящены этому. Есть, например, целый проект, который называется 365 дан, и они специализируются на том, что делают чек-листы. С симпатичными всякими иконочками по тематикам разным. Можно смотреть, сколько вы, не знаю, не ругаетесь матом, сколько вы занимаетесь йогой или не занимаетесь. Зарисовывать там симпатичные какие-то силуэты и так продолжать радоваться жизни. На самом деле, это та же самая метрика. Просто в графике, красиво, можно распечатать на цветной бумаге. Обязательно сфотографировать инстаграм. Большая часть людей занимается, мне кажется, именно этим. И это будет прям, смотрите, я весь такой из себя продуктивный. На самом деле, метрики, это прикольно. Попробуйте привести какие-нибудь метрики в своей реальной жизни. Попробуйте посмотреть, что у вас с конверсией в спортзал. Вообще, есть она или нет их. И что происходит. Что у вас с воронкой. Воронка, это когда вы начинаете со следующего года обязательно пойду. Потом наступает следующий год, и вы такие, ну, со следующей недели. Ну и все, и дальше воронка сужается. И к следующему декабрю вы такие, ну, ладно, со следующего года обязательно пойду. Переворачиваем воронку, и все начинается заново. Метрики в продукте могут показывать все на самом деле. Количество пользователей, количество денег, перемены в этих параметрах, что пользователям нравится и не нравится, ценность продукта для пользователя. Мы сейчас с вами обсудим две основные метрики, и посмотрим на то, что происходит, и как меняются параметры. Достаточно это все интересно. За метриками следят. И, как говорил лорд Кельвин, мы не можем улучшить то, что мы не можем измерить. Поэтому на самом деле, в идеале лучше все, что вы можете обложить метриками в продукте, качественно ими обмазать. В таком случае у вас действительно будут какие-то показатели, от которых вы сможете отталкиваться и как-то дальше решать, в какую сторону двигаться. Это очень полезная штука. Перед тем, как начать что-то измерять, вы должны знать, зачем мы это будем потом использовать? Или мы просто измеряем все подряд? Нет, нет, как бы желательно, конечно. Мы дальше поговорим про это. Там будет в конце, ближе к концу лекции, я вам расскажу про фреймворк, собственно, создание продуктовых метрик, про то, как их конструировать, и потом, что с этим делать, как за этим следить. Но до этого мы с вами немножко проговорим про юнит-экономику. Это интересная вещь, которую, кажется, не всегда считают стартапы, хотя стоило бы, потому что по большей части юнит-экономика ни у кого никогда не сходится. А это показывает, что, собственно, смысла в этом мероприятии особого нет. Очень жаль, но чаще всего так бывает. Две основные метрики любого продукта и стартапа это LTV и CAC. Сейчас посмотрим, что есть что. Про LTV вы, собственно, видите. Это lifetime value of customer, количество денег, которое принесет нам типичный клиент на протяжении всего времени использования продукта. На LTV влияет, на самом деле, очень много сторонних побочных метрик, про которые мы тоже сегодня поговорим. Это активация в приложении, вовлеченность, C1, C2 и retention. Есть идеи по поводу C1, C2? Что это такое? Вроде неогресса. Неплохо, но нет. Уровень английского может и как-то влиять на ваш lifetime value, конечно, в принципе. Но нет. C1, C2 — это конверсии. В первую и вторую покупку, соответственно. Но там может быть C3, C4, C5, там все, что хотите, но C1 и C2 наиболее показательные, особенно C1. Ну, обе, actually. CAC — это Customer Requisition Cost. То есть то, за сколько мы пользователя приобретаем. Ну, условно, конечно, приобретаем. Обычно считается это примерно так. Это сумма всех... CAC — это частная сумма всех продаж и затрат на маркетинг на количество новых пользователей, которые пришли в продукт. Не сложно. На самом деле, есть несколько вариантов расчета и того, и другого. Но вам самое главное — видеть то, как это работает. И мы сейчас прям на живом примере с вами посмотрим, как все это происходит, что такое юнит экономика и что делать, когда ничего не получается. Вообще, в идеале lifetime value должно быть в три раза выше, чем Customer Requisition Cost. Но жизнь жестока и чаще всего происходит обратная вещь. Но в идеале вы должны, собственно, Customer Requisition Cost купить за 12 месяцев. Ну, если вы там стартап или только что запустились. Хочется, чтобы это было так. Часто не получается. Сейчас тоже посмотрим, почему. Тут я вонзила сразу вам с воронками, о которых говорила, чтобы проще было понять, как работает юнит экономика, на которую мы сейчас с вами дойдем. Собственно, все вот это lifetime value of Customer и Customer Requisition Cost связано, конечно, с пользователями и клиентами. Есть такая метафора в маркетинге, финансах и во всех этих всех, и менеджменте во всех этих областях. Метафора воронки. Собственно, говорит она нам о следующем. Разберем ситуацию. Просто приходит пользователь на сайт. Приходит у нас, допустим, ну, не знаю, 100 тысяч пользователей на сайт. Классно. Это у нас как раз широкая часть воронки. Они, допустим, выбирают какой-то продукт. До выбора продукта доходит, ну, примерно тысяч 50 в лучшем случае. Это в лучшем случае. Подожди, это не совсем то еще. Это не конверсия в покупку. Это не конверсия в покупку. Просто часто бывает так, что люди зашли на сайт и такие, о, блин, что это? Нет. Закрыли и ушли. Поэтому в лучшем случае 50 тысяч это очень хорошо, если они решили у вас что-то купить. Зашли на товар, посмотрели на товар, подумали, хм, неплохо, положу-ка я в корзину. Подумала, так, наверное, из этих 50 тысяч, в лучшем случае тысяч 20. Это в лучшем случае, а скорее всего тысяч 10. Экчели. Положили они в корзину и некоторые, там, у кого-то зазвонил телефон, кто-то пошел на совещание, кто-то забыл, кто-то вспомнил, что зарплата еще через неделю. Ну, то есть много таких вариантов. В общем, из наших, условно, 10 и 20, 15 тысяч пользователей осталось там, ну, тысяч 7, в лучшем случае. И только 7 тысяч дойдут у нас, собственно, до момента покупки. Но, подождите, не покупки. Это же все было до регистрации. А чтобы совершить покупку, нам чаще всего нужна регистрация. И вот тут-то и начинается самый ад. Потому что регистрироваться не хочет никто. Это дикая боль. И только недавно, на самом деле, все онлайн-магазины и прочие сервисы начали понимать, что ничего страшного в том, что пользователь не зарегистрировал, на самом деле нет. Можно просто взять там имейл и отпустить его с Богом. Взять с него деньги, имейл, и все, пусть идет. Захочет, придет. Все нормально. Там дальше как сработает маркетинг и другие силы. Собственно, на этапе регистрации у нас, возможно, останется тысячи три пользователей потом. Вот они зарегистрировались, вернулись обратно в корзину, еще раз подумали, покупателей нет. И у нас осталось из трех с половиной тысяч, сколько у нас было в начале? сто, да? Тысяча осталось, тысяча совершила покупку. Все. Это на самом деле один процент. А, да. Не десять, один процент. Десять процентов конверсия, это очень хорошая конверсия. Это прекрасная конверсия, которой очень тяжело добиться. Пять — это замечательно, десять — просто офигеть. Вот, но чаще всего один процент. и... Зашли, потом десять процентов кто-то там... А, ну, дизит ты такой, они не всегда так. Это зависит от этапа, на самом деле, как все это сделано. На регистрации отваливается очень много, даже если там, допустим, дошло бы до регистрации тысяч, собственно, тридцать, то все равно бы отвалилось тысяч двадцать на ней, поэтому это такой достаточно жесткий этап. Вот. И, собственно, у нас остается один процент совершивших покупку. Вот такая вот история. Людей, собственно, которые все-таки как-то сконвертились к нам, мы можем делить по когортам. Собственно, когорты — это такой небольшой набор условных людей. Вы можете делить их по тому признаку, который вам нужен. То есть, либо это месяц регистрации, либо это момент покупки, либо это какой-то еще признак. Не знаю, может, вам нужен конкретный товар, может, вы его там успех, не успех хотите отследить. По-разному бывает. Вот здесь у нас когорты из игры King of Thieves. Я не знаю, знаете вы такую или нет. Это игра компании ZeptoLab, собственно, в которой работал Олег Якубенков, который из чего блога и взята, собственно, эта штука. Блог, очень советую, на него ссылка тоже есть, можно будет посмотреть, повосхищаться тем, что он делает. А теперь давайте посмотрим. Здесь у нас есть три когорты. Первая три тысячи, вторая две триста и последняя третья две тысячи всего. Смотрите, как дело обстояло с lifetime value of customer. В самом начале lifetime value была какая? Никакая. Правильно. Ноль. Абсолютно ноль. Ничего не было, ничего не получалось, ничего не конвертилось. к девятой неделе в, собственно, первой когорте lifetime value стало 0,2 доллара. Это как бы немного, чтобы вы понимали, совсем немного. В то время, как customer acquisition cost был 1,2 цента. Вы как бы чувствуете, да, разницу? 0,2 и 1,2. То есть это минимум бакс. Бакс это 30 рублей. То есть вы на пользователя тратите 30 рублей, а он вам приносит, ну, ой, какие 30 уже, господи, простите. Все, верни мне мой 2007. Как бы да, 60-70 рублей, то есть вы на пользователя тратите 60-70 рублей, а он вам такой 2. Бери. Забирай мои 2 рубля. То есть чувствуете, какая дикая на самом деле разница? Вы тратите 70, вам платят 2. Обидно. Ужас просто какой-то. невероятно больно. Сейчас посмотрим, как еще больнее будет, подождите. Но здесь вы видите также еще метрики по ретеншину и про конверсию в первую и вторую покупку. Давайте на них тоже посмотрим. В конце всего этого периода, на 9-й неделе, у первой когорты конверсия в первую покупку была всего 1,9%. Ну, как всего. Это не так уж и плохо, но для игр там немножко другая статистика. Это не так уж и хорошо, на самом деле. Желательно, чтобы было больше. Конверсия во вторую покупку вообще 0,2$. Доллары? Проценты, простите. Проценты, да. То есть с первой когорты дела обстояли вообще не очень хорошо. Потом ребята подумали, нашли какие-то точки, моменты в продукте, которые можно улучшить, и собственно поменяли в более позитивном направлении все. Здесь мы видим, что LTV к восьмой неделе уже 0,5$ и Customer Requisition Cost немножко снизился на 0,8$. Сделать это очень сложно на самом деле. Поменять Customer Requisition Cost это такая штука достаточно непростая. Вам нужно тогда увеличивать виральность сильно, чтобы поменять Customer Requisition Cost. То есть чтобы люди сами друг другу про ваш продукт рассказывали. Потому что иначе получится так, что к вам будет приходить больше пользователей, вы будете просто больше денег на них тратить, ничего не изменится, все будет так же плохо. Собственно так часто и бывает. Здесь мы видим и рост retention, и рост конверсии в первую и вторую покупку. Причем очень значительный рост. 4,8%. Но здесь обратите внимание, что там tutorial прошли 34%, обучающий момент в игре. А здесь уже 47%. Это очень много. Потому что tutorial в играх это как регистрация в онлайн магазине. То есть доживают не все, серьезно. А если tutorial плохой, то там сразу до свидания. Люди иногда до конца его не проходят. там есть очень разные способы того, как это сделать мягче, жестче. Конечно, там самые топовые игры, они могут себе позволить как-то tutorial, например, сделать обязательным, и людям придется его проходить, чтобы потом играть со своими друзьями. Но на самом деле самые топовые игры, конечно же, так не делают. У них чаще всего достаточно мягкий tutorial, там можно все спокойно делать, и достаточно большое количество людей его проходят. Я сейчас говорю про мобильные игры, это не AAA title, которые вы покупаете за бешеные тысячи, а потом проходите, я сейчас только про мобильники говорю, у которых и нап purchase встроенной покупки. Достаточно такая жесткая штука. И есть прикольная вещь в tutorial, в онлайн, хотя в принципе в онлайн играх тоже, его можно размазать, то есть начать как-то в начале недели, закончить в конце недели, пользователь будет постепенно к игре привыкать, адаптироваться, ценность ее будет для него расти, это уже будет что-то родное, близкое, теплое, такое, пушистое, и все, бросить будет уже сложно. На это и расчет. Как это делать, мы с вами сегодня поговорим. Ну, не про игры, а вообще в целом. А пока вернемся к третьей когорте. Ребята посмотрели еще раз на tutorial, нашли еще точки, которые были достаточно спорные, и увеличили собственно прохождение tutorial до 55%. Это очень круто, потому что больше половины людей стало его проходить. На самом деле, я King of Seeds вспомню хорошо, у них был очень жесткий tutorial в самом начале, просто непроходимый. Там нужно было построить, по-моему, три или четыре ловушки, и чтобы их... А там механика такая, вы строите ловушки, и сами их потом проходите. Так вот, вы так понастроите обычно, что потом пройти их просто unreal. Или до того, как вы строите сами, они строят ловушки для вас. Вы их проходите, но, скорее всего, нет, потому что ловушки слишком сложные были, просто нереально. И вы, собственно, видите, там 34% прохождения tutorial, это люди, которые просто не спали ночами и пытались пройти ловушки. Но потом все поменялось в лучшую сторону, у них классно выросла в итоге конверсия в 4,9% она стала и в первую покупку и повторную покупку реально выросла очень сильно на целые две десятых. И при этом, при всем мы видим, как это сказалось на двух основных метриках LTV и customer acquisition cost, они стали одинаковые. То есть юнит-экономика она сошлась в этом моменте, но на это достаточно много сил было потрачено. Три версии, но это еще хороший пример. Так не всегда бывает, не всегда так быстро. Это действительно хороший пример и тут люди явно знали, что они делают. В общем, вещь достаточно жесткая, но что в этом хорошо, вы классно сразу видите по версиям приложения, например, какие перемены произошли и как люди на них отреагировали. Этим хороши когорты, потому что если вы будете всю массу людей, которые есть, анализировать сразу, у вас просто будет дурацкая абсолютно каша, которая никому не нужна, из которой вы будете вот так вот данные вынимать, смотреть, класть обратно и думать фу, фу, нет, никогда больше. Поэтому лучше сразу разделять все эти вещи по когортам. Так будет намного удобнее. Сейчас мы поговорим немножечко совсем немножечко про черн. Как это переводится с английского? Маша? Нет? Черн переводится как отток. Собственно, это такой антиретеншн, можно сказать. Отток, отток, да. Такое происходит постоянно в продукте. Ваша задача как продакт-менеджеров, конечно, этого не допускать максимально, с этим бороться, делать так, чтобы люди оставались, делать негатив-черн, то есть, чтобы они приходили, повышать ретеншн, чтобы они вообще никуда не уходили. Ну, вы поняли, собственно, основную суть. Негатив-черн, это то, что нам нужно, он происходит, собственно, либо когда у нас, если мы говорим о выручке, если у нас растет выручка от существующих пользователей, либо он происходит, ну да, когда выручка, простите, от существующих пользователей больше, чем выручка от тех, от тех пользователей, которых мы потеряли. Но тут есть важный момент, черн бывает на самом деле разный. он бывает по пользователям и по выручке. Такое бывает достаточно часто. Если мы говорим о пользователях, то тут понятно. На прошлой лекции мы с вами, собственно, обсуждали, почему рис уходит из плова и какие стадии у этого бывают и что можно делать, чтобы этого не происходило. Будем еще об этом говорить. Еще какие-нибудь, может быть, хаки вам расскажу. Но это понятная штука, менее понятная штука, которую многие забывают, это ревенью черн. То есть, собственно, денег у вас становится как бы меньше, но пользователи никуда не уходят. А такое тоже бывает. Есть примеры? Вдруг? А? Средний чек, да. Ну, есть какие-то вот прям примеры? Примеры? А-а-а. Ну, я расскажу про свой пример, недавно у меня случившийся в жизни. Я плачу за интернет родителям в Мурманске. Я платила за него 850 рублей. И недавно задалась вопросом, а зачем? Ну, то есть, это там какой-то Uber-тариф, который покрывает там все абсолютно. Мне кажется, целый дом может сидеть с моего интернета и не чувствовать себя плохо. Вот. И тут я подумала, что, наверное, это не очень-то и нужно. Особенно моим родителям, которые там по скайпу со мной обычно разговаривают. И, в принципе, на этом, ну, конечно, они там смотрят еще всякие штуки в интернете, но они там терабайтами ничего не скачивают. Поэтому, в принципе, им так много не надо. И я переключила тариф, и вместо 850 рублей я теперь плачу 550, то есть, как бы, 300 рублей, извините. Вот это ревень и черн, на моем примере. Это достаточно часто бывает, когда люди переключаются вот с одних тарифов на другие. Такая история часто встречается у телефонных операторов, потому что бывает такое, вы, может быть, попадали под это, может быть, нет, я попадала. Когда вам автоматически цену за тариф повышают или переводят на какой-то тариф получше, а вы, как бы, не очень понимаете вообще, что случилось и не просили, и вообще не хотели. Поэтому вы идете и сами в настройках меняете. Но тут есть момент. Это хорошо, если вы сознательный такой гражданин, идете, меняете, бережете свои деньги и прочие вещи. Чаще всего люди думают, а, пусть будет как-нибудь там так. Практика показывает, что такие случаи не то, чтобы их очень много, но такое бывает. Такое бывает, и это как раз тот момент, когда вам начинают звонить операторы из вышеупомянутых сетей и спрашивать, как у вас дела, все ли у вас хорошо, не хотите ли вы такой же тариф подешевле, но там будет еще там интернет, я не знаю, связь какая-то с потусторонним миром и может быть еще какие-то вещи, которые будут плюсы. Когда ты переходишь на другой тариф. Вот, в общем, они звонят постоянно, да, или если у вас, например, чтобы у вас вырос, собственно, чтобы у вас выросла конверсия в покупки, и чтобы ваш ЛТВ для них вырос, они еще вам предлагают обычно вот вы платите за интернет, а хотите, у вас будет еще телефон примерно за те же деньги. Ну, чисто на рублей 50-100 больше, но для вас же это не деньги, да? Ну, господи, там что это, 100 рублей за телефон? Вот, для вас-то это кажется, что может действительно не деньги, но за счет того, что этой штукой они вас подсаживают на достаточно долговременную услугу и таким образом организовывают себе более-менее рекуррентные платежи, они на самом деле нехило свои метрики прокачивают, поэтому теперь вы все знаете и скажешь, конечно, ЛТВ хочешь повысить свой? Не дам. Трубку кладете, извините, пожалуйста, если вы это смотрите. Не хотела никого обидеть, но наболела очень сильно. Мне последние три дня звонят, сколько можно. Вот, собственно, вы понимаете теперь, что происходит. На самом деле, относительно черного оттока можно тоже делать когортный анализ, это очень удобно. Тут мы видим по вертикали, как черн, собственно, увеличивается, а по горизонтали, как он стабилизируется. Это, конечно, такая штука, очень сложно стабилизировать этот отток, то есть надо понять, чем пользователя привлечь, что сделать так, чтобы он понял, что в вашем продукте есть ценность, ну и выполнял, чтобы продукт выполнял дальше его работу, а пользователь, чтобы оставался абсолютно счастлив. Здесь это еще один просто показательный график по поводу черного и по поводу разделения на когорты. Здесь мы видим, как меняется, как люди уходят из продукта, и что когорта, например, которая пришла в начале года, к концу года из нее ушло почти 70%. То есть это как бы много, это вообще как бы примерно дофига. Там было 82 тысячи и осталось там примерно ничего. И, собственно, ну, конечно, люди там, которые пришли, но смотрите за то, какой был отток на втором месяце. Там был отток 41%, он большой, но терпимый, но в конце года отток у когорты, которая пришла в конце года отток стал 53%. То есть он был 41%, это было уже нехорошо. А сейчас у них отток, ну, на тот момент, на 2012 год, отток 53%. Это много. То есть половина пользователей, которые приходят, даже чуть больше половины, они просто такие, о, не, не, спасибо, не надо, и уходят сразу же. Это неприятно. Примерно так выглядят графики. Не всегда они, конечно, хорошие. Вообще, черный это неприятный график. Обычно его в лекциях рисуют красной черточкой на черном фоне, чтобы все поняли, чтобы, во-первых, черный, черный, все понятно. Созвучие так хорошо работает. Во-вторых, он всегда идет обычно было 100, стало не 100, и это грустно. Но нам нужно помнить, что нам нужно из черного делать негатив черный, то есть чтобы пользователи не уходили. Вот на этом примере вы видите негатив черный, то есть людям удалось не просто сохранить какое-то количество народу, а еще и поднять свои метрики, поднять показатели. Это очень круто. Такое на самом деле очень редко бывает, но тем не менее случается. А сейчас? Можете этот камень еще раз здесь ничего здесь? Ну, смотрите, у вас здесь было изначально здесь МРР, это Monthly Retained Revenue, вот, да, по-моему, да. В общем, это выручка за месяц на самом деле. И здесь она вместо того, чтобы падать, она растет. То есть это мы запускаем какой-то продукт, и у нас с каждым месяцем вырастает? Да, 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 вот этот слайд предыдущий это одной и той же компанией? Нет, нет, к разным. Там к разным. Просто два примера. Вы можете, это, по-моему, ссылка на эту статью тоже есть. Если я вдруг ошиблась, посмотрите на самом деле на всякий случай. Может быть, я чего-нибудь попутала. Не исключено. Не исключено. Посмотрите, гляньте, там точно все будет объяснено. Я, собственно, хочу вас привести к этому. И сейчас мы с вами будем разговаривать вообще про юнит-экономику и смотреть на цифры. Вы можете прочитать задачу, которая перед нами стоит сейчас на слайде, который вы видите перед собой. Да, да, это все еще музыкальный сервис. Да, да, слезть с этой темой очень сложно. Но, собственно, вы видите входные какие-то параметры, которые у нас с вами есть. Это 150 тысяч привлеченных пользователей, это 1500 собственно купивших, то есть конверсия, как вы правильно говорили, всего 1%, и это чаще всего так случается. В лучшем случае не всегда так, иногда бывает 0,7% конверсия, это очень обидно, но это достаточно частотный случай. Фиксированные расходы на команду, это 800 тысяч примерно, потому что разработчики нужны, чтобы программировать нам сервис, плюс менеджеры, плюс еще кто-то из маркетинга. допустим, они все не очень требовательные, поэтому на всех у нас 800 тысяч за месяц. В общем, вы пообещали, что инвесторам поднимите прибыль в два раза в следующие полгода. Ну, полгода это еще вы немножко даже подумали, глянули на графики и такие, ну, полгода, ладно. Потому что бывают достаточно амбициозные ребята. Некоторые бывают ребята, которые говорят за 4 месяца в 3 раза и ничего. Но мы сейчас посмотрим, что обычно в этом происходит. И, в общем, у вас есть 3 варианта, ну, вернее, ваши коллеги предлагают вам 3 варианта. Это увеличить приток пользователей, увеличить цену на подписку и сделать мобильную версию сервиса. К этим вариантам мы сейчас еще вернемся. А пока начнем с вами считать. Считать начнем. Ну, давайте смотреть. В общем, есть у нас 150 тысяч пользователей, которые к нам пришли. Есть у нас конверсия в 1, черт его, побери процент, собственно. Больше у нас ничего нет, неизвестно. Сейчас мы с вами будем думать, что же вообще происходит, и будем считать, собственно, эту же юнит экономику. Так работает, да. Здесь у нас фиксированные косты, 800 тысяч. Давайте подумаем, значит, сколько нам в среднем платит клиент? Сколько платит нам клиент? Это обычный музыкальный сервис стандартный. О, как вы сразу молодцы. Я коллег спрашивала, они не могли сказать. Каждый месяц снимает скаточки. 169 рублей, абсолютно верно, 169 рублей. Это сейчас стандартная цена за обычный музыкальный сервис. это не YouTube премиум, как бы, да, 229, это на самом деле комиссия, если вы покупаете из iTunes подписку. Если покупаете напрямую сервис, через веб, например, версию, она стоит 169 рублей. Вот. А? Отсюда, сюда, сразу. Да, вот, чудеса. В общем, 169 рублей, это правильный ответ. Как вы думаете, почему вообще у всех сервисов примерно подписки стоят одинаково? Чтобы не уходить на первую страницу? Это правильно, да, еще. Ну, они нашли какую-то стоимость, которую пользуют такой Nokia, я готов за это платить 169 рублей. Да. Да. Просто все делают больше красной фичи, какие-то особенности, фишки, а не на цену? Это все правильно. продуктово все правильно. Есть еще идеи? Ну, если они посчитали издержки, которые... Почему одинаковые у всех? Потому что просто если сервис очень хорош, все равно у нас дешевле. Если всем дешевле, то все это все правильно. Ладно, я мучить дальше не буду, скажу еще одну причину, почему это все верно, никто не ошибся, вы все молодцы, но есть еще одна причина, почему именно 169 рублей и не меньше, например. Ну, как бы, если бы они могли, сделали бы меньше. Почему 169? Потому что есть вот это вот число, комиссия. Дело в том, что музыкальные сервисы, все большие, платят комиссию правообладателям. и эта комиссия правообладателям составляет, как вы думаете, сколько? 18 рублей. Нет, нет, процентах давайте. 70%. Комиссия правообладателям составляет 70%. Это очень много. То есть практически все, что вы зарабатываете, ну, не все, но такую достаточно ощутимую долю, вы отдаете правообладателям. Окей, давайте посмотрим. Так, это у нас есть, это у нас есть. Нам не хватает average payment count, допустим, что мы смотрим на один месяц, пусть это будет один. И здесь мы видим, что средний такой доход на платящего у нас получается 118 рублей. И здесь же мы видим, что у нас доход собственно ARPU или LTV, так как это первый месяц, они равны, у нас составляет 1,2 рубля. Ну, и сразу видим gross profit, и на самом деле acquisition cost почему-то мы не видим, а почему мы не видим, хотя мы на самом деле должны. А, все, я поняла, почему мы не видим, вот, потому что у нас нет еще собственно customer acquisition cost. как как вы думаете, сколько стоит привлечь пользователя в сервис, приложение сейчас? Неплохо. Для всего остального есть мастер-карт. 30 рублей на пользу у тебя? Да, на самом деле, да. 30 рублей, в лучшем случае 20. Ну, будем оптимистичны, давайте мы здесь ведем 20. Ну, на самом деле, там особо ничего не изменится. Ну, то есть, будет немножко больнее, потому что, смотрите, у нас доход на платящего, он состоит собственно, ой, 70, я не то ввела, потому что нам-то остается 30, простите. Здесь мы вводим то, что нам остается, да, 51 рубль, простите, все верно, верное замечание, да. И, да, собственно, мы видим, что у нас ЛТВ, РПУ теперь 0,5 рубля, а customer acquisition cost у нас 30 рубля, понимаете, на каком дне мы находимся. Ну, просто. И вы видите, что как бы из-за того, что у нас customer acquisition cost 30 рублей, и, собственно, поток наших пользователей 150 тысяч, наши маркетинговые затраты составляют 4,5 миллиона рублей. 4,5 миллиона рублей, а у нас еще фиксированные косты 800 тысяч, и в итоге мы заработали примерно 76. это вы на самом деле не видите прибыль с потока пользователей, вы можете посмотреть, там где-то внизу, по-моему, есть формула, в общем, это удручающее абсолютно число с минусом спереди, поэтому я его и вам показывать здесь не буду, чтобы совсем не расстраивать. а сейчас сейчас мы сейчас мы собственно все это обсудим. Давайте мы посмотрим на собственно предложение, которое нам коллеги наши из сервиса озвучивали, и первое предложение это увеличить поток пользователей. Ну, давайте увеличим поток пользователей, пусть у нас он станет внезапно 300 тысяч. Класс! Из него? Ну, а чего? Ничего не поменялось, как бы поток поток потоком, там как прокнет, прокнет или не прокнет. Собственно, конечно, у нас стало 3000 покупателей, это, конечно, приятно. Здесь у нас, а, потому что у нас не заполнены вот эти поля. Мы заполняем те же самые штуки, да, и мы видим, что, собственно, доход не поменялся вообще. но дальше здесь останется 30 рублей. Самая интересная штука, а? Что? Или она всегда постоянно наносится? Customer acquisition cost? Нет, вы за ту же цену, мы сейчас будем в мире, где еще не совсем все плохо. На самом деле, как бы, Customer acquisition cost, он примерно всегда будет одинаковый, типа 20-30 рублей, ну, в зависимости, там, от сервиса. Поэтому, если вы увеличиваете количество пользователей, цена одного, как бы, она не меняется. Но меняется вот это число. Да. им... Прибыль есть вообще, нет? О, тут мы тут так. то есть, мы что сделали? Мы увеличили поток пользователей, мы получили маркетинговые расходы в два раза больше и ничего больше не получили. Ничего не поменялось, абсолютно ничего. То есть, все как было плохо, так плохо и стало. Нам это не помогло. Как бы, на самом деле, реальность такова, что чаще всего так и получается. то есть, конверсия, на самом деле, кажется, что должна вырасти, но она не растет, чаще всего. Мы просто нагоняем трафик, из этого трафика там, 50% таки я куплю, а другие 50% таки, видел я ваш сервис, как бы, ничего мне от этого не надо. Что вот из этого? Смыс, прибыли себе в карман ложим или с доходом себе в карман ложим? Что из этого? Мы как из себя забираем? Ну, на самом деле, как бы, да, особо, если вы посмотрите, ну, вот, положить что-то нормальное, вот, прибыль, видите, прибыль мы себе что-то можем положить в карман из прибыли, но если вы там нашли формулу для расчета прибыли внизу и посмотрели, как бы, вам придется выворачивать карманы, прямо сейчас начинать, а? Причем очень сильно, дикий убыток на самом деле. А? Там, давайте мы посчитаем, сейчас, это, какая у нас строчка, девятая, значит, умножить на, так, по-моему, ну, настолько, ну, в общем, нехорошо, нехорошо, вот, ну, допустим, мы такой стартап с амбициями и вы еще просто инвесторам не рассказывали, насколько все плохо, вы просто пообещали, что вы улучшите какие-то конверсии, конверсии, в смысле улучшите, увеличите прибыль. Ну, давайте, допустим, что у нас пройдет полгода, давайте, сейчас просто, это, это наша гипотеза про, собственно, увеличение потока, допустим, что мы сюда поставим 6, ну, то есть, прошло полгода, ну, как бы, через полгода вы будете в минусе вот настолько, вот, все, все, что изменится. Ну, да, как бы, но вы-то обещали в три раза прибыль увеличить, вы как бы, все еще, у вас юнит-экономика не сходится, не то, что прибыль не растет, как бы, и тут все совсем грустно. Так, второй кейс увеличить цену на подписку. Ну, давайте посмотрим второй кейс. Да, возьмем из первого сюда копернем. Допустим, вместо 169 рублей у нас будет... 154? 189. Ой, ну, 189 до 20 рублей. Вы видели наш профит? Какие 29 рублей? Это как бы... Нет, давайте, ну, как бы, давайте возьмем вот то, что сейчас там YouTube дает 300 за супер-премиум, там, по-моему, за семейную подписку там 300, 300 же здесь? Да ладно. В общем, 300, 300 рублей, допустим. Здесь у нас, конечно, увеличился доход на платящего, все. Смотрите, стал, собственно, арпу 0,9 рубля вместо 0,5 рубля. В минусе мы теперь всего на 1,215,000 вместо 1,787,000 400 рубля. Так что, в принципе, конечно, ситуация стала лучше, но ненамного. Да, сейчас мы с вами посмотрим, чтобы... Значение прибыли, вот то, что было на 1,2. Ну, первая строчка, это... Можете посмотреть еще раз? Сейчас, да, конечно. 76. Ну, в принципе, если посмотреть... Ну, смотрите, через полгода вы... А? Через полгода мы будем в минусе всего на 540,000. Можете ли же 2? Пригиб... Да-да-да. Но я думаю, ждут от вас не этого. Как бы, самое... Меньше не сдержки. Да, как бы, ну, знаете, ребята, мы увеличили прибыль в три раза. Они такие, да? Покажи им. вот, было... 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 Обещали же. И вы ему еще такие говорите, а, смотрите, хорошо, что мы поток не увеличили, было бы совсем плохо. Было бы как бы 2 500 просто долгов. Вот. Это прям просто-просто беда. Окей. Давайте посмотрим, что будет, если мы сделаем мобильную версию сайта. С чем у нас, как вы думаете, коррелирует мобильная версия сайта? не то. Больше пользователей процентов. Больше пользователей, ну, на самом деле... Которые к нам пришли, а их больше. Допустим, 3%. Пришли, вы про конверсии? Да. Да, это на самом деле абсолютно верный ответ. Мобильная версия сайта поможет нам увеличить конверсии. И как вы сейчас убедитесь, конверсии и число конверсий, процент вот этот, он линейно влияет на то, что мы в результате получаем. Допустим, ну, 3% это неплохо, но обычно увеличивается что-то типа до 5, если нормально над этим работать. Если поработать еще получше, то, ну, соответственно, еще сильнее увеличится. Это все за один месяц, но вы видите, что все равно поразительная разница. Там вы были должны как бы миллион 300, а здесь вы должны даже меньше миллиона. Уже все не так плохо. То есть, если мы за один месяц увеличим на 5%, это будет ничего. Если мы... Ой, простите. здесь введем циферку 6, то мы посмотрим, что у нас как бы уже в принципе не такая уж и сильная беда. Но вы смотрите, это как бы мы, конечно, можем положить, но вы видите, что у нас все еще как бы расходы достаточно большие, что у нас тут маркетинг на 4,5 миллиона рублей. Как бы это достаточно много. а? А? Можно ли по полу прибыли пояснить? Там... Ой, а тут почему-то... Извините, тут должна быть буква О. Да, она вообще должна быть везде. Почему она не... Извините, извините, не сработало, не сработало. Не-не-не, подождите, тут попутаны строки, строки попутаны. Ой, нет, так не пройдет. О, вот так. Все, сейчас. Сейчас все будет. Давайте на шаг назад идем. Все, вот. Но так вы все еще, короче, в минусе. На самом деле это действительно такая жесткая штука и большинство ребят, ну, большинство стартапов, которые метят вот в такие показатели и дают инвесторам такие обещания, они действительно закрываются. Ну, то есть, вот, есть несколько примеров музыкальных сервисов, которые такие, да, через полгода, нет. Вот. Ну, это часто бывает. И единственный, вот нормальный, на самом деле, способ в этом, чтобы совсем не было плохо, это действительно увеличить конверсию. Причем, поднять ее нужно, до 10%. Нужно, чтобы 10% ваших пользователей приходили и что-то у вас покупали. И только тогда у вас начнет сходиться экономика. То есть, вы не в три раза прибыль увеличите, она только-только начнет сходиться. То есть, у вас здесь 0,4 рубля. 40 копеек! Аллилуйя! Мы получаем теперь целых 40 копеек. Это, конечно, прекрасно, но вот так, вот она такая правда жизни. Смысл всего в чем? Нужно быть аккуратными со своими обещаниями, особенно инвесторам. Нужно работать и вообще очень много внимания уделять конверсиям, потому что это на самом деле очень важная штука и она действительно очень сильно влияет. И нужно применять всякие хаки. Как вы думаете, как же можно сделать так, чтобы у нас действительно было не вот это вот число, не один, а чтобы было шесть, ну там восемь, девять, ну да, чтобы человек приходил и такой блин, дам еще денег. Первый месяц бесплатно. Первый месяц бесплатно это такое. Я остался из этого. Это вы остались. Обычно происходит так, у YouTube премиума, собственно, когда мы его запускали в России, когда я еще в гугле работала, у нас было три месяца бесплатно, ну, собственно, как и везде. И вы думаете, черный не было? Черный был дичайший. Конечно, но это всегда так. Это везде так. Вы даете три месяца бесплатно, человек приходит, пользуется три месяца и... Нет, конечно, какое-то количество остается, потому что у них карточка там забитая и они такие, а, ну, там, 170 рублей, господи, бог с ним, там, не куплю себе половину кофе в Старбаксе. Типа ничего страшного. Вот, но не всегда. Часто люди такие, не, 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 170 рублей, вы что, шутите? Мои деньги. Ничего нет, нет, не дам. Как вы думаете, что можно сделать? Бесплатный период, да, но не всегда работает. Что? Сервис. Хорошо, неплохо. Еще варианты? Какой-нибудь эксклюзив добавить? Эксклюзив? Это очень много версий. Можно, допустим, добавить платные альбомы, либо какой-нибудь еще второй группу, даже жареный. Но, 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 вас, это, это хорошо, но, но, но это как, как нам поможет сделать так, чтобы пользователи возвращались каждый месяц и платили нам? Звонить им? Ну, почему ты бросил меня? Вернись, я все прощу. пожалуйста, вернись. но, что тебе будет, например, мы его автоматически составили, на своем обучении, все, убрали, куда-то перехватить и заново там, чтобы на него по тебе обучались. Мы по нему поговорим, кстати, Поэтому это конкретно задерживает. Это, на самом деле, вариант, да, но это тоже, блин, все стараются. Вот у Яндекса есть, например, плейлист дня, который обновляется постоянно, да, и вот всякие такие штуки, то есть, это да, понятно. Еще есть какие варианты? Как сделать так, чтобы люди приходили каждый месяц? Милый интерфейс. О, хороший продукт, милый интерфейс, ну, это так няшно, прям вообще не могу. Нет, ну, что делать там, действительно? Нет, ну, справедливый вопрос, абсолютно справедливый, да, что делать? Смотрите, тут есть, на самом деле, несколько вариантов, и один из этих вариантов, это, конечно, то, что очень многих бесит, но эта штука работает. Это напоминать пользователям о том, что мы существуем. Это уведомления, это письма, это какие-то сообщения. Говорит, ну, дорогой друг, не всегда, на самом деле, если вы пришлете ему письмо, вот с тем, о чем, собственно, говорила коллега только что, что, типа, мы для тебя собрали такой плейлист, такой плейлист, Spotify таких не видел. Типа, приходи, чисто и неделя бесплатно. Потом, потом, дальше сам, конечно, решишь, мы как бы не давим, но ты просто посмотри. Как это обычно, в операторах, специально там. Да, 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 только сегодня, только сейчас, без смс, без регистрации, но через неделю ты начнешь платить деньги. Да, получишь два. И с уси, тряпка, и вот это вот все. Это вариант. Он не всегда работает, но, тем не менее, напоминать о себе, это помогает. Эта штука вызывает хоть какой-то намек на retention. Реклама, да, но вы здесь косты очень сильно увеличиваете опять. Вы можете себе позволить это, ой, я тронула микрофон, извини. Вы можете себе это позволить, если вы очень крупная, большая компания, там, косты на рекламу, так, типа, в какой-нибудь прогрессе увеличивать. Но это, это сложно. Есть еще одна штука. Может быть, вы можете потратить на рекламу, чтобы пользователи приглашали? Ну, да, в принципе, можно, но вот как бы скидка, если можно скидку не давать, не надо ее давать, потому что они и так платят. Ну, как бы, если они уже сделали платеж, значит, они могут эту цену платить. Если вы им скидон дадите, но они придут, попользуются, потом снова идут, это не очень. Есть штука, очень такая хорошая, которая работает, это называется рекуррентные платежи. Это те штуки, которые происходят действительно автоматически, постоянно. И это я даже не говорю о том, что у вас карточка привязана, и вы каждый месяц с нее платите, хотя это, конечно, какая-то степень эдикшена, и вы, конечно, как-то зависите. Сейчас я договорюсь, сделаем пиориев. Тут как бы дело в том, что есть, например, следующее предложение. Ты платишь за год 1690, то есть как бы за 10 месяцев, а не за 12, а мы к этому даем тебе еще скидон на такси, на еще что-нибудь, на еще что-нибудь. Ну, то есть скидка, на самом деле, да, это отличный заход, то есть ты получаешь не просто постоянный рекуррентный платеж, и фиг с ним, что чуть-чуть типа дешевле, эк, чё или нет, там небольшая разница, потому что там объем пользователей и другой, и косты как бы тоже немножко другие на привлечение. Ну, ты получаешь не только еще конверсию вот здесь постоянную, здесь как бы будет даже не 6, а у каких-то суперлояльных пользователей, ну, 10, да, а ты еще и привлекаешь их в остальные продукты экосистемы своей, на которые они скорее всего попользуются как минимум какое-то время. и получается, что ты и здесь конверсия, у тебя все хорошо, и с рекуррентностью все в порядке, и еще и в другие сервисы ты народ привлек. Профит, профит, прекрасно, поэтому рекуррентные платежи, во, отличная штука, пользуйтесь, ну, в смысле, вы теперь знаете, как это работает, можете не пользоваться, но будете делать там стартап-продукт, пользуйтесь, рекуррентные платежи, подписки, отличная вещь, очень хорошо помогает. Здесь следующие два слайда, это просто на посмотреть потом, я задам домашнее задание в субботу, собственно, чтобы вы выдохнули так слегка, и там будет расчет юнит экономики, это для того, чтобы у вас просто осталось было, вы могли потом посмотреть, как что считается, и по этим штукам все посчитать. Здесь для разных моделей, собственно, для подписки, какие могут быть издержки, не издержки, по комиссиям, транзакциям, по рекламной модели, это взято из лекции Ильи Красинского, из его презентации, это очень хороший чувак, который явно разбирается в аналитике, ссылка на его лекцию тоже есть в конце, собственно, моей лекции, можете посмотреть, он обычно говорит достаточно здравые, правильные вещи. Вот, кажется, что на юнит экономики можно сейчас пойти 10 минут повыдыхать и подумать, что все нужно работать много, чтобы что-то было. Я думала, честно, что курс получится, может быть, по Лайтове, но когда я начала все собирать, поняла, что нет. 9 лекций, ну, недавно, на самом деле, типа месяц назад, вот, 9 лекций и впихнуть туда все, ну, очень сложно, поэтому они такие насыщенные все, кроме первой были, потому что мне же надо было, чтобы на второй пришли. Вот, теперь, собственно, те, кто выжил, тот выжил. Собственно, самую злобную математическую часть на сегодня мы прошли, сейчас будем говорить о немножко других вещах, но тем не менее тоже важных. Поговорим сегодня, не расстраивайтесь, что же, все будет еще, это не последнее. Поговорим про ретеншн, собственно, про возвращаемость пользователей, на графике, который, на слайде, вы видите ситуацию, которая обычно происходит в продукте, то есть, ну вот, да, как-то так это устроено. То есть, приходит определенное количество, и через какое-то количество дней, приходит какое-то количество людей, и через определенное количество дней, или неопределенное, как получается, это количество, конечно, значительно снижается. В B2B там немножко другое, конечно, работает, но это все больше про, конечно, SaaS и B2C, хотя B2B тоже, в принципе, там, конечно, тоже можно мерить retention, но там немножко другая история, его надо немножко отдельно рассматривать. Ну, раз спрашиваете, расскажу, но не прямо сейчас тогда, а на следующей лекции, наверное. Про классическое определение retention, как поговорим, ну, вот вы его, собственно, видите, что это такое, это частное, retention rate, это частное из тех людей, которые, собственно, пришли в приложение после какого-то там дня, ну, после нулевого обычно дня, на количество людей, которые впервые зашли в приложение. Retention бывает разный, его есть типа 500 тысяч видов, ну, на самом деле не 500, но что-то типа 15, там, 7-15, в зависимости от того, кто какое хочет мерить, все выбирают какой-то свой. Лучше мерить классический retention и вот этот следующий range retention. Это retention условно первого, ну, третьего, седьмого, тринадцатого, тридцатого дня. То есть здесь вы видите, распределяете основные вехи своего продукта по времени, то есть какие дни там очень важны для вас, и где вы понимаете, что у вас может быть отток, и где у вас что-то может пойти не так, вы на него завязываетесь и потом смотрите, что в эти дни, собственно, происходит. Обычно это точно, вот пятый, пятый, не всегда, третий, седьмой, тридцатый смотрится стабильно у всех range retention, есть еще rolling retention, но это такая достаточно опасная штука, его считать не всегда нужно. Собственно, retention зависит от того, насколько пользователям нравится наш продукт, как они к нему привязаны, получают ли они какой-то кайф, увеличивается ли их счастье от того, что они им пользуются. Есть отличная книжка, ее название тоже есть в списке литературы, называется она «Хукт» на крючке, по-моему, по-русски. Как создавать привычки? В целом, концепт этой книги, там, собственно, про то, как создавать продукты, которые вызывают зависимость в хорошем смысле этого слова в людей. Мы же все делаем хорошие продукты на благо людей, поэтому в хорошем смысле зависимость. Собственно, есть вот следующая модель, вы видите на слайде, должен быть обязательно триггер, что-то после триггера, после того, что у нас это такой ага-момент. Мы заходим в продукт и такие «ммм, ничего себе!». После этого «ммм, ничего себе!» нужно пользователя сразу подкараулить каким-то действием, чтобы он удивился и сразу же на что-то нажал или куда-то перешел. Может, сразу купил, но это, конечно, вряд ли. Но, тем не менее. Но, в общем, должен быть момент, который прям заставит пользователя как-то в нем подействовать и, собственно, повысит его ценность для пользователя. Потом награда. Награда, но это такой момент больше психологический. Тут не о том, что мы, типа, купон на скидку дадим, а, собственно, о том, что он сделал действие, и действие завершилось, собственно, как хотелось, как минимум, а может быть, еще и лучше. То есть он там залогинился условно, и он залогинился, и ему открылся дивный новый мир. То есть он пришел в продукт, там увидел какой-то лендинг, там ничего нет, и тут он жмет логин, а там, не знаю, звезды, космос, соцсети, все вместе. Ну, короче, все прекрасно вдруг стало. Ну и, конечно, должен быть, собственно, инвестмент. То есть мало, чтобы пользователь что-то нажал, и это как-то подействовало, нужно, чтобы он в это дело еще как-то вложился. То есть что-то там еще как-то подействовало. Чтобы это, может быть, в каком-то плане могло повлиять его на его еще какую-то, ну, социальную жизнь, в смысле соцсети, там, какую-то активность. В общем, чтобы его затянуло. Следующий слайд, вы там у себя в презентации видите, и сейчас здесь посмотрите, это пример Пинтереста. Я не знаю, сколько из вас им сейчас пользуется. Я пользуюсь до сих пор. Мне, в принципе, нравится. Вот, вот это ответ на этот вопрос. Дело в том, что вы, когда, ну, собственный триггер в том, что либо нас стригеризовало какой-нибудь notification, либо мы хотим, либо мы собираем, в общем, какие-то разрозненные картиночки там у себя, где-то на компьютере храним, ужасно страдаем. И тут нам говорят, о, смотри, ты здесь можешь все собирать в одном месте, можешь в разные папочки, и все будет круто. А насколько круто, ты узнаешь, когда залогинишься. Почему так? Потому что Пинтерест, модель рекомендаций Пинтереста лучше работает, конечно, когда они про вас что-то знают. И они вас могут узнать побольше, если вы, конечно, будете активны, как пользователи. А чтобы стать активным, как пользователем, вам нужно что? Правильно залогиниться. Собственно, вы логинитесь в Пинтересте. Я не помню там сам процесс, прям начальный, если... А, да, вы отмечаете темы, которые вам интересны, когда логинитесь. И после этого вам показывают, собственно, рекомендации по этим темам. Что вам может быть нужно, что вам может быть интересно. На самом деле у них очень есть прикольная штука на retention и на повышение engagement, вовлеченности пользователей, которое произошло со мной вчера. Очень классные, прям, конечно, что... У меня каждый раз какие-то истории. Произошла она со мной вчера, мне пришло письмо от Пинтереста, где говорят, слушай, а ты не хочешь посмотреть, что у тебя... Что-то ты там... Там все у тебя какое-то старенькое. Ну-ка, заходи еще раз, посмотрим. Давай, просто посмотрим. Я зашла, и мне предложили еще раз обновить темы, которые мне интересны. С аргументом того, что, типа, ты последний раз обновляла темы, когда регистрировалась. Скорее всего, у тебя в жизни что-то поменялось. Ну, как минимум, возраст. Как бы, да, действительно, это так. Возможно, тебе интересно там что-то другое. Вот мы заметили, что ты в последнее время смотришь вот это, это. Давай просто проверим, тебе правда это интересно или нет. То есть, они заметили паттерн в поведении, они это потрекали, они прислали мне письмо, чтобы уточнить, правильно они все делают или нет. Ну, не зайки ли? По-моему, зайки. Я, конечно же, отметила. Мне же сказали, какая я важная. В смысле, как я могу? Нет, конечно, да. Абсолютно да. Ну и, собственно, вот, все, я опять пользуюсь Пинтерестом. Сегодня снова зашла. Вот так это и работает. Здесь немножко другой пример. Здесь про то, что вы сразу еще попадаете в комьюнити пользователей, потому что большинство картинок в Пинтересте – это кем-то добавленные картинки. То есть, они сохранены с каких-то сайтов, там, пошарены в Пинтерест, но сделаны это обычными людьми. И это такая, в том числе и небольшая, прям соцсетью, конечно, называть это совсем не хочется, но с таким сильным социальным компонентом штука, потому что вы там можете подписаться на человека и следить за тем, какие он доски создает. Особенно, если у вас вкусы похожи, то это прям прекрасно получается. Узнать, похожи ли у вас вкусы, можно легко, если вы подписываетесь на доску, вам обычно, если вы полайкали какие-то пины или подписались на доску, вам потом могут предложить на создателя этой доски подписаться. И, собственно, так вы опять попадаете в хорошем смысле зависимость. Ну и, конечно, ваша активная социальная жизнь в Пинтересте продолжается и начинается, когда вы сами начинаете участвовать в комьюнити, то есть, делаете вклад в продукт, вы репините пины, то есть, изначально пины вы видите и сохраняете их себе, это называется репин. Лайкаете что-то, комментируете и прочие вещи. Без лайкания, без репинов вы, конечно, не сделаете себе хорошие рекомендации, ну, вернее, для вас их не смогут сделать. Поэтому куда деваться? Приходится лайкать, репинить и прочими вещами заниматься. Комментировать можно, но, насколько я смогла проследить, комментарии в Пинтересте — это не самая популярная тема, но вот лайки, репины и фолловинг досок — это, конечно, суперпопулярная штука. На самом деле, во всех таких хороших продуктах есть вот этот вот крючок с триггером и со всеми остальными вещами. Желательно, чтобы в вашем продукте он тоже был, потому что если его нет, то это вызывает вопросы, что же там тогда вообще есть и за что там пользователю хвататься. В общем, если есть крючок, будет retention, потому что для пользователя будет понятна ценность, собственно, зачем он туда приходит и чем он там занимается. Еще рассмотрим последний пункт после Pim, Like, Comment. Что у нас там дальше? Коллайш? А дальше, да, дальше мы повторяем триггер, вот то, как я привела пример. То есть мне они прислали письмо, говорят, «Пссс, не хочешь обновить?» Я такая, «Конечно хочу!» В смысле, какие вопросы? Не всегда меня так легко заманить в сервис, но к Pinterest я питаю какие-то нежные чувства. У них действительно милые интерфейсы, это действительно хороший продукт. Мне нравится. Вот ваши аргументы пригодились, видите, работает. Так что такие штуки. Обратите на самом деле на это внимание, почитайте книжку или выдержки из нее. На Medium очень много рецензий и статей. Называется Hooked. Очень неплохая штука, достаточно полезная. Есть еще книга, называется «Надж». В русском языке это переводится как «подталкивание». Подталкивание локтем такое, типа как раз «пссс». Это, собственно, о том, как тоже пользователей и людей вообще, в принципе, к чему-то подталкивать. В обеих книгах очень много примеров. «Надж» очень хорошо рассказывает вообще про подталкивание не просто в IT, а в социальной, например, сфере. Они там рассматривают программы для пенсионеров по спорту, по правильному питанию и всякие такие штуки. Как туда пользователей получить, собственно. Конечно, там это все по-другому описано, но процессы именно такие. Что делать, чтобы работало, какой профит это приносит, как все это объяснять. Книжки в списке нету, потому что я про нее только что вспомнила, но я напишу, допишу в слайд, может быть, или напишу вам в чатик. «Собственно, про Pinterest, а на чем они зарабатывают?» «На рекламе». «А, ну, вот. Собственно, почти все такие штуки зарабатывают, ну, на самом деле, на рекламе. Там еще же можно, по-моему, да, есть какие-то платные функции, по-моему, можно промотироваться как-то еще. То есть там вариантов масса. То есть все, что связано с рекламой, промо, маркетингом и всякими симпатичными картиночками, это прям туда. Это прям их. Они могут. Да, и они прям хорошо, они этим занимаются. Pinterest на самом деле какое-то время назад, не настолько большое, были просто маленьким стартапом. Они, по-моему, пришли, если я не путаю, но я могу. Y-комбинатор — это самый известный комбинатор, акселератор, который есть. Вот. И, собственно, там им помогли подняться, и с тех пор это такой достаточно хороший сервис, у которого все, по крайней мере, все еще все нормально. У них был какой-то период, когда пользователей стало меньше, но, по-моему, они тогда сделали редизайн. Он у них раньше был такой, как бы это сказать. В общем, пространства было мало, ну, вот зрительно смотришь на это, и кажется, что все фоточки вот так вот склеены. А потом они сделали так, что стало достаточно удобно, добавили там карточки, милые значки. По-моему, сделали редизайн лого, если я не ошибаюсь. Ну, и, в общем, все у них стало с нами хорошо. В общем, люди сервисом занимаются своим, это прекрасно. Занимайтесь своими сервисами, не бросайте их на полпути. Сейчас мы, это было немножко про retention, мы будем еще возвращаться к метрикам, к математике, к всем этим важным штукам, к юнит-экономике. Да, кто-то радуется, кто-то расстраивается. Ну, извините, я буду радовать одних, расстраивать других, поэтому нужно ходить на все лекции, чтобы у вас была картина общая. А сейчас мы поговорим про то, как вообще метрики конструировать. Есть такая штука, придуманная на самом деле, которую сейчас используют в Гугле, называется она HARD. Это фреймворк для... А? Да, но это на самом деле аббревиатура. Типа happiness, engagement, adoption, retention, task, completion. Это основные штуки, которыми нам советуют заниматься. В общем, когда мы конструируем какие-то метрики, потом их реализуем, нам нужно делать так, чтобы эти метрики влияли на вот эти показатели. Сейчас покажу, там будет наглядный слайд, посмотрите. То есть нам нужно, чтобы метрики, которые мы создаем, влияли на счастье пользователей, на их вовлеченность, на то, как они воспринимают продукт в первый раз. От этого, вы понимаете, зависит конверсия в первую покупку, между прочим. Очень важный пункт, как вы поняли, из части с юнит-экономикой. И task completion. На самом деле, в зависимости от продукта, какие-то вещи можно прокачивать больше, какие-то меньше. Task completion — это такая достаточно сложно, наверное, объясняемая штука, потому что, если у вас все хорошо, понятно, что пользователи целей своих достигают. Поэтому как-то делать на это отдельную метрику я не всегда уверена, что стоит, но, может быть, почему нет. Здесь видите пример. Это пример какого-то сервиса. Не знаю, на самом деле, какого, но здесь показаны ответы, в принципе, на основные вопросы. Важно, что в hard framework есть не только вот эти параметры happiness, engagement, adoption, retention и task success, или task completion. Есть еще следующая штука, которая вот в шапке таблицы, это goals, signals и metrics. Собственно, goals — это цель, которую вы хотите достигнуть. Если мы говорим о счастье пользователя, то цель наша, собственно, в том, чтобы пользователь был, конечно, счастлив. Вот. Так, глобально. Ну, счастье на самом деле можно заменить на value, на ценность для пользователя, ну, в зависимости от того, насколько вы склонны к той или иной формулировке, там, смотрите сами. Вот. И, собственно, счастье выражается в том, что пользователь счастлив, он, значит, заходит к нам, он пользуется сервисом, а сигналы этого могут быть следующие. То есть это могут быть хорошие какие-то оценки в сторах, или, там, даже если это сайт на сайте, что пользователь участвует как-то в вопросах, которые мы ему присылаем. То есть он чувствует, что он важен, что его вклад важен, что ему важно, чтобы продукт развивался, и он, конечно, тогда во всех вопросах принимает участие, ну, если не во всех, то во многих. И оставляет фидбэк. И фидбэк — это вот не значит, что он типа «Вау! Класс! Супер! Твой продукт! Каждым релизом лучше и лучше!» Не всегда так. Часто пользователи, когда оставляют фидбэк, они говорят «Вот у вас тут на 2 мм…» Кто там скидывал картинку в чат? Если он не поменяет эту кнопку, не переставит эту кнопку на 2 мм, конверсия упадет на 40%. Не помню, но картинка отличная. Вот. Это в том числе люди, которые говорят «У вас кнопка на 10 мм…» там… 10 — это много, ладно. «На 5 мм переехала». Типа «Я заметил! Как же так? Как же мы будем жить теперь? Все!» Ну, то есть такие тоже могут быть вещи. Пользователи, которым продукт важен, замечают даже самые мелкие перемены. Это нормально. Нужно иметь, конечно, их фидбэк в виду. Часто он может быть адекватный. Не всегда, но часто. Вот. И замечать это, обращать на это внимание. И смотрите, тут есть варианты метрик, собственно, которые можно из этого соорудить. То есть это Net Promoter Score, как люди рассказывают другим людям о нашем сервисе. Customer Satisfaction Rating. Это может быть среднее на пользователя, это может быть абсолютное значение, но лучше нет, лучше пусть это будет среднее. И количество 5-star review. Ну, это чисто у нас за этот месяц в сторах там 50 положительных оценок, 5-звездочных. Очень круто. Всем рассказывайте на презентациях, никому не говорите, сколько у вас всего оценок, чтобы они не поняли долю. Вот. Это очень хорошо. В общем, метрики можно сделать такие. На самом деле, в любом, зависит от продукта, это пример, но чаще всего метрики, которые связаны со счастьем, они имеют что-то схожее с этими. Они, конечно, перевязаны, собственно, в том числе с retention, они друг на друга достаточно сильно влияют. Но retention, тем не менее, нужно мерить отдельно. Тут это есть, смотрите сами. Ну, сейчас дойдем. Engagement. Engagement — это очень клевая штука, показывает, что людям наше приложение нравится, что они в него вовлекаются и продолжают им пользоваться. Ну, то есть, что они заходят, и все, как бы, и время использования приложения растет. Например, ну, приложение или сайта, в общем, прям видна какая-то количественная характеристика. И следующие могут быть метрики. Это средняя длина сессии. Ну, то есть, собственно, сессии мы называем условно какой-то период времени или последовательность какой-то операции, которые пользователь за один условно там заход наше приложение или на сайт совершает. Это может быть средняя длина сессии, частота сессии, частотность смысле, как часто эти сессии происходят. И количество, конечно, конверсий. Либо в покупке, либо в добавлении в корзину. Но в зависимости от того, что вы будете считать, конечно, желательно в покупке. Сейчас я на минутку перейду на соседний слайд, чтобы вы посмотрели на хороший пример энгейджмента. Собственно, он же и пример адопшена в том числе. Это вступительные на начальные экраны Spotify. Ничего особенного, кажется, тут нет. Ну, то есть, собственно, вы тут логинитесь. Очень удобно, что можно залогиниться соцсеткой, фейсбуком. Я, например, всегда так делаю, потому что мне очень лень вот это все заполнять. Очень удобно. Но тут, смотрите, в принципе, не слишком мудрная регистрация. Здесь у вас просто имейл, пароль, юзернейм, дата рождения и пол. Ну, пол, понятно, чтобы рекомендации вам как-то получше. Ну, девочки слушают одно, мальчики другое. Не всегда это работает, но иногда работает. Тем не менее. В общем, заметьте, что тут, например, нет подтверждения пароля, подтверждения адреса почты, еще каких-то там непонятных кучи вещей. То есть все достаточно быстро происходит. Если вы вообще жамкнули sign up with Facebook, вы просто сразу оказываетесь на третьем экране, где вас просят выбрать артистов, ну, в смысле, певцов, певиц, группы и так далее, исполнителей, которые вам нравятся. Вы выбираете. Собственно, это там вам говорят, когда вы пытаетесь дальше пройти, что типа не-не-не, ты хотя бы одного выбери, но будь человеком. В Spotify прикольно, что можно выбрать одного, остальные сервисы просят минимум 3-5. А здесь вы можете отделаться одним, еще быстрее перейти к основной части. Три? А, все, значит, три. Да, значит, три. Значит, Spotify тоже такой. На самом деле, 3-5, но типа чем больше, тем лучше у вас будут рекомендации. Дальше мы даем разрешение на notification, если даем, и нам сразу составляют плейлист. Это очень хороший паттерн. На самом деле, как вы думаете, почему? Чего здесь нет? Нет, регистрация здесь, заметьте, есть. Чего здесь нет, что обычно людей отталкивает от использования музыкальных каких-то сервисов? Подписка. Покупать когда? Да, абсолютно верно, покупать когда. Ну, подписка, да, это та же самая штука. Они у вас не просят денег. На самом старте они у вас денег не просят. Они у вас не просят денег, это большой плюс, потому что все остальные деньги просят. И это дает им классную штуку. Они вам сразу говорят и показывают, насколько у них крутые рекомендации. Вы такие, блин, да я же в жизни ничего лучше не видел. И начинаете пользоваться. Более того, там есть еще один крючок, который открывается через 5, по-моему, или 7 дней, точно сейчас не скажу, через какое-то время. Чем больше, в общем, вы слушаете вот этот свой плейлист, тем быстрее вам откроется ваш плейлист дня индивидуальный. По-моему, дня и недели, ну, там разные есть плейлисты. То есть на то, чтобы их собрать, нужно какое-то время, нужна какая-то статистика. То есть здесь это основывается на артистах просто, которых вы выбрали, а через какое-то время умные алгоритмы и рекомендации вам дают вообще какие-то небывалые штуки, которые вам очень нравятся. Spotify считается по рекомендациям музыкальным самым лучшим сервисом. На самом деле, должна сказать, что, ну да, он действительно очень крут. В России его нет пока. Вот, я бы сказала пока, потому что он вот-вот должен прийти. Недавно была статья на ВИСИ, что там в поддержке... Они в Индии, по-моему, запустились. Да, и там нашли русский язык в поддержке. Вот, так что скоро-скоро Spotify, может быть, появится у нас. И вы посмотрите, насколько там все хорошо работает. В общем, классная штука, повышает engagement, отличный adoption сразу. С вас ничего не просят, а вы просто такие, блин, класс. То есть тут насколько классно Jobs to be Done работает, что пользователя цель послушать музыку. И они сразу, Spotify сразу это пользователям дает. Просто, ну, не тормозя. Ну, какие-то обязательные формы надо заполнить, но там небольшое количество боли все-таки, конечно, несравнимо с получаемым кайфом. Дальше, adoption. Это новые пользователи, которые увидят ценность в вашем продукте или в фиче. Ну, это зависит. Сигналы того, что у вас все идет хорошо или нехорошо, в зависимости от того, какие они, эти сигналы. Это, например, скачивание или запуск приложения, или там заход на сайт и залипание на нем. Собственно, заведение новых аккаунтов и использование, собственно, этой самой новой фичи. Метрики вы видите сами, ну, то есть понятные, разумные, в зависимости от продукта, они могут быть там абсолютно разные. Например, у нас может быть в adoption послушать первую песню, одну песню хотя бы. Когда человек, если мы говорим про музыкальный сервис, у нас может быть adoption послушать одну, там, ну, одна, на самом деле маловато, как бы, энное количество песен. Если пользователь впервые пришел, зарегался и какое-то количество песен послушал, то мы считаем, что все будет хорошо. Retention. Про него мы уже, в принципе, с вами немного поговорили. Здесь, в принципе, указано, на что можно смотреть. Это чернрейт, это, собственно, как идет отток пользователей. Лучше, чтобы его не было, конечно, или чтобы он был негативный, то есть чтобы у нас retention рос. И на то, если это сервис, который работает по подпискам, на то, как эти подписки обновляются. И не отказываются ли от них. Ну, то есть, собственно, нет ли черного оттока. В task success все достаточно просто. Пользователи, собственно, достигают своей цели, и все это происходит хорошо и безболезненно. По-моему, просто это очень коррелирует со счастьем. И я бы, ну, не знаю, не стала так сильно обращать внимание на эту метрику. Тем более, что здесь метрики указаны, пожалуйста, достаточно технические. То есть вы видите search exit или crash rate. Ну, как бы крашится вообще не очень хорошо. Тут вообще такая штука работает. Мы про это поговорим с вами на лекциях про проектный менеджмент. Там, по-моему, через две они будут. И немножко затронем в roadmap. Там про то, что если у вас ничего не работает технически, то сколько бы у вас не было фичей и наворотов, это не имеет значения, потому что этого никто не увидит. Если вы крашитесь каждую минуту, то пользователям все равно на то, какие у вас классные рекомендации, какие у вас красивые картинки, что у вас все супер дешево. Им вообще без разницы, вы просто не работаете. Поэтому если у вас там большой технический долг или там большое количество багов или крашей, ничего вас не спасет. Можно бесконечно создавать, конструировать продуктовые метрики, но если у вас технические метрики на нуле или в минусе, что не надо, чтобы было, то ничего не поможет. Извините, конечно, за такую ремарку, но это суровая правда жизни. Не получится что-то завернуть в красивую обертку, и чтобы это так и выглядело для пользователей. Так не работает. У меня это все вообще сетрейт. Сетрейт, ну, это что-то вроде, они чего-то поискали в продукте, нам из поиска нашли и этим воспользовались по продукту. Ну, это в зависимости. Тут, если говорить о сайте, то это вообще типа отлично работает, что типа они по поиску, запустили поиск на сайте, нашли то, что хотели и дальше продолжили работу. Про Spotify мы с вами поговорили. Мы молодцы. Сейчас про системы отслеживания метрик. Тут буквально два слайда. Я в общих чертах вам расскажу, чего есть и чем можно и не можно пользоваться, но на самом деле чем можно. Есть два сервиса, которые мы здесь обсудим. Их на самом деле масса. Их очень много. Это Яндекс.Метрика, это Google Аналитика, которая на следующем слайде будет. Для, в зависимости от спецификации индустрии, эти системы, они могут быть свои. Например, для мобильных приложений игр чаще всего используют Апэни. Апэни. Они читаются, по-моему. Там прям можно очень много всего посмотреть. И заплатный тариф можете еще про конкурентов все вещи увидеть. Ну, в зависимости от того, сколько вы заплатите, конечно, там, по-моему, какое-то количество конкурентов, в зависимости от тарифа. Вот. Но если заплатить много, то вы увидите, какие у конкурентов метрики. Не все, но какие-то увидите. В общем, достаточно забавная штука. Амплитюд, пожалуй, самый большой, самый навороченный сервис, но он достаточно понятный. Надо сказать, что вот я пока к лекции готовилась, я давно в него не заходила, вот сейчас зашла, и поняла, что там еще и продуктово все построено классно, потому что здесь в два клика заводится тестовый аккаунт, реально в два, и вы видите все вот примерные графики, которые вы можете получить. Там описан продуктовый пример. Это, кстати, тоже про, как вы видите, музыкальный сервис. Ну, везде они. Все люди любят слушать музыку. Просто смиритесь с этим. Ну, почти все. Ладно. И все, можно прекрасно посмотреть, как что работает, как что можно трекать, как с этим работать. Здесь можно смотреть на то, как заводить. Здесь можно заводить, собственно, и следить за АБ-тестами. Тоже очень прикольная штука. Будете, если вдруг когда-то выбирать из систем, советы очень амплитюд, но стоит денег. Ну, то есть это платный, в принципе, сервис, достаточно дорогой, но зато очень хороший. Он прям выполняет свои функции прям на очень большое количество процентов. Второй пример такого сервиса — это Google Аналитика. Там тоже зависит. Там есть определенное, по-моему, количество тарифов. И, скорее всего, это зависит от объемов бизнеса, в котором вы участвуете, работаете. Здесь тоже все ключевые метрики можно смотреть. Раньше не было когортного анализа. Вы видите, здесь написано бета. Они его действительно добавили совсем-совсем недавно. Сложно поверить. Я понимаю, что в Google Аналитике не было конгортного анализа, но не было. И LTV они особо не считали. Но нужно сказать, что раньше-то и смотрели особо, если говорить о сайтах и прочих вещах, смотрели на что? На CTR. Смотрели на DAO и MAO, Daily Active Users и Monthly Active Users. На остальные вещи как-то продуктовые меньше обращали внимания. Это вот сейчас пришло такое золотое время продакт и продакт менеджмента, когда люди начали наконец-то думать о своих продуктах и о том, как можно, собственно, людям в этом всем сделать хорошо. Вот. Так что Google Аналитику можно посмотреть. Тоже очень просто все это делается. У них еще чего хорошо? У них есть видеокурс по Google Аналитике. Там можно этому всему научиться, как этим пользоваться. И там есть вообще некоторые вводные, в принципе, про аналитику. Если вам интересно, то можно его прийти. Он есть на YouTube. Ищется там буквально Google Analytics introduction или что-то такое. Можно его прийти, посмотреть. Как минимум какие-то еще увеличатся ваши базовые знания в аналитике. будете чуть больше понимать. Про Дау-Мау я, кажется, сказала. Это самая основная штука. Про что-то еще я хотела рассказать. Вспомнить бы про что. Хотела обратить ваше внимание еще раз вот на этот фреймворк. Вам нужно будет с ним работать со следующим домашним заданием. Тут смотрите, будьте действительно внимательны. Постарайтесь избегать вот этих максимально общих формулировок. Вообще, в принципе, когда вы конструируете метрики для своего продукта. То есть, ну, даунлод, рейд, понятно, конечно, если вы делаете приложение, это неплохо, но этого мало. Потому что вам нужно применительно к своему продукту это смотреть. Если это игра, опять же, то нужно смотреть, как пользователь зашел, там, прошел он туториал или не прошел, например, если это что-то такое. Если сайт, то перешел он там с основного лендинга на какую-то из страниц, которые тоже важны, или не прошел. Ну, это мы, если говорим, а? Ну, да. Ситиар, вот, опять же, это нормальная метрика. Конечно, все там рекламы до сих пор чекаются, типа, какой же у нас там ситиар, господи, ух, какой высокий, как же хорошо. Но одним ситиаром сыт не будешь. Он, конечно, очень сильно влияет, но это не самая ключевая метрика. Самые ключевые метрики, это, собственно, lifetime value и customer acquisition cost. Поэтому, если у вас высокий ситиар, но все остальное так себе, то, ну, ситиар вас особо не спасет. Но, да, на него смотрят. Нужно сказать еще, что очень часто люди, я уже чуть-чуть про это говорила, договорю, бравируют вообще числами с DAO и MAO и говорят, что у нас вот такое-то число активных пользователей в день, такое-то число активных пользователей в месяц. Но, опять же, вы не знаете, сколько вообще у них пользователей, сколько они потеряли, какая в итоге конверсия, сколько к ним пришло и сколько от них ушло. Поэтому, когда вы слышите, там, 50 тысяч DAO, это, конечно, круто, но тут нужно, во-первых, не забывать о том, что вы не знаете начальное какое-то число, а во-вторых, всегда сравнивать с конкурентами. Всегда сравнивать с конкурентами по индустрии. В принципе, вот такие основные метрики, они, ну, плюс-минус известны, и в каких-то annual репортах они более-менее раскрываются. По поводу еще чего хотела сказать, по поводу юнит-экономики, и по поводу вот этого всего, сейчас, эти, 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 да. Собственно, вот с помощью вот этой таблички и вот этих слайдов на самом деле можно прикинуть юнит-экономику абсолютно любого бизнеса. То есть, даже если вы о нем толком ничего не знаете, это все гуглится. То есть, вы сами свидетели, вы мне сами сказали среднюю стоимость, там, подписки, что пользователь платит 170 рублей. Вы понимаете, как адекватные люди, что конверсия всего, там, один процент чаще всего. Из-за этого вы знаете, сколько стоимость привлечения пользователя. Вы, в принципе, знаете уже все. Поэтому, зная какие-то еще параметры, типа входящего потока пользователей, и примерную там конверсию, если это сервис большой, прокачанный, вы можете юнит-экономику посчитать, сходится, не сходится. И вы можете посмотреть, типа, когда она сошлась, на каком месяце. И из этого вы уже можете как-то дальше строить гипотезы, что было предпринято в продуктовом плане для того, чтобы это произошло, для того, чтобы продукт стал окупаться, для того, чтобы все стало хорошо. Считается, на самом деле, очень просто. То есть, Яндекс.Музыку, Гугл.Музыку и какие-то другие вещи вы запросто можете посчитать, как, в принципе, любые другие сервисы. Прикольные особенно кейсы с магазинами. Там есть в списке литературы ссылка на бот в Facebook мессенджере. Называется Rule Them All. Это тоже бот Ильи Красинского. Заключается... Суть этого бота в том, что вам каждую неделю присылают какой-то продуктовый кейс. Либо продуктовый кейс, либо материал. Выглядит он примерно как вот тот кейс, который я вам сейчас показывала, ну, собственно, который мы с вами решали. Вот. Вам нужно там выбрать. Там обязательно после кейса есть табличка, где это можно посчитать, всю эту юнит-экономику. И еще есть видео с Ильей, где он рассказывает, что вы неправильно посчитали и почему опять ничего не сошлось. Вот. Да. Это про ничего не сошлось. По-моему, при подготовке прошлой Epic Growth Conference, которая каждый год проходит, конференция по кратному росту продукта. Несколько человек рассказывали про свои продукты. Там был главный продукт Maps.me, там был Ваня Замесин, там, собственно, был Илья Красинский. И самые первые слова про продукт у них были «Мы посчитали юнит-экономику, и она не сошлась». Через месяц мы снова посчитали юнит-экономику, и она снова не сошлась. Но мы решили не бросать. Вот. Как-то так. Так что, когда юнит-экономика не сходится, это неприятно, больно, но, в принципе, такое бывает. Поэтому тут нужно быть очень аккуратными. И перед тем, как чего-то начинать, вообще делать, прикиньте, чисто по цифрам, прикиньте, насколько у вас много времени это займет, и как быстро это может окупиться, и сколько вам труда придется в это вложить. Стоит вообще это все начинать или не стоит? Потому что, ну, это действительно штука. Вы можете угробить год своей жизни, постоянно пахать там 24 на 7, а в итоге не получите примерно ничего. Старайтесь, по возможности старайтесь избегать этого. Это не самый лучший паттерн. Лучше все-таки как бы делать вещи, которые принесут какую-то пользу и вам, и, конечно же, вашим пользователям. Вот. Как-то так. Кажется, что все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова